В России изменили правила внесения данных в паспорта. Обязательными будут только отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также об отношении к воинской обязанности. Информацию о ранее выданных документах, удостоверяющих личность из-за гран-паспортах, вносить не будут. Необязательными также останутся отметки о группе крови, резус-факторе, идентификационном номере налогоплательщика. Но самое главное, что вызвало волну обсуждений в интернете, это отмена штампа о регистрации брака и наличии детей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. По словам экспертов, это нововведение – лишь один из шагов в сторону создания электронного реестра граждан, ведь в будущем бумажные паспорта тоже станут пережитком прошлого, их заменит пластик. На сегодняшний день, пока реестр не запущен, работа с этим, конечно, ведется, и поэтому правительство пришло к правильному выводу, что многие данные в паспорте, они как бы уже и не нужны. Это первый момент. Второй момент – вот эти данные в паспорте про супругу, про детей особенно, ведь их видят даже те, кому их и не нужно видеть. Ну, например, берем мы с вами кредит, какую-то сделку заключаем, все данные о нашем супруге, о наших детях становятся известны другой стороне. Другая сторона их может копить, собирать и, соответственно, продавать. И поэтому возникают такие ситуации, когда нам звонят мошенники и говорят, что ваш сын попал в ДТП, срочно перечислите. Однако есть у этой медали и другая сторона. Отмена штампа о семейном положении добавит хлопот тем, кто занимается оформлением сделок с недвижимостью. Чтобы проверить покупателя или, наоборот, проверить продавца, нам будет непонятно, замужем, женат он, не женат. И, соответственно, будет ли супруга, которая не участвует в сделке, потом по этому поводу выражает свое недовольство в суде. В скором времени, я думаю, этот момент тоже учтут, наверняка внесут изменения в правила регистрации недвижимости, где орган власти будет делать автоматом запрос по сторонам сделки и смотреть, супруги там фигурируют или не фигурируют. Могут также возникнуть сложности у родственников, которые, например, захотят попасть в реанимацию, поскольку жену или мужа могут пустить только после официального подтверждения брака, а врачи в больнице вряд ли будут самостоятельно искать такую информацию. Придется всегда иметь при себе заверенную копию свидетельство о браке. А вот тем, кто только планирует создать семью и хочет узнать статус своей второй половины, придется уповать только на взаимную честность, поскольку проверить по паспорту, как раньше, уже не получится. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События.